Приветствую вас на канале Инфобум. Тут вы найдете много интересного, спортивного, сенсационного и будоражащего контента. Обязательно подпишитесь и поставьте лайк, а также оставляйте комментарии. Приятного вам просмотра. Люди услышали разговор Джонни Деппа с Эмбер Фёрд и в твиттере Буря, ведь похоже, это актер страдал от абьюза. Запись разговора Джонни Деппа с бывшей женой Эмбер Фёрд об их сложных взаимоотношениях, опубликованная журналистами, вызвала широкие обсуждения в твиттере. Ранее многие обитатели соцсетей были на стороне актрисы, веря ее словам о том, что звезда пиратов Карибского моря била супругу. Но после того, как люди услышали, что говорит девушка, они пришли к мнению, люди несправедливо обвиняли Деппа в домашнем насилии и абьюзии. Джонни Депп и Эмбер Фёрд поженились в феврале 2015-го, а уже спустя 18 месяцев, в августе 2016-го, пара развелась, рассказывала Энюс. Мирным процесс никак не назовешь, до окончательного расставания. В мае 2016-го девушка сообщила полиции о домашнем насилии и обеспечила мужу запрет на приближение к ней. В качестве доказательства она предоставила фотографию с красными следами на лице, предполагаемыми последствиями абьюза Деппа. А в августе пресса получила ролик, в котором разъяренный Джонни бросает бутылку вина и стакан в кухне, там же находилась Эмбер. ТМС-та, получивший видео, писал, что кадры могли подвергаться монтажу, но многих людей они убедили, актер плохо относился к супруге. Пусть черт, в августе 2016-го, когда звезды достигли договоренности по разводу, я опровергла свои утверждения о насилии, якобы совершаемым Деппом. Но на этом история с предполагаемым абьюзом в семье Деппа и черт не закончилась. В декабре в Washington Post вышел материал актрисы, в котором она рассказала, как стала олицетворением женщин, страдающих от домашнего насилия и высказалась о важности движения не ту. Знаменитость не упомянула бывшего мужа, однако немало читателей решили, что в статье есть отсылки к браку с Джонни. Неудивительно, что экс-супруг в марте 2019-го подал иск о клевете в отношении Эмбер из-за публикации, утверждая, что ее обвинения были тщательно продуманы ложью с целью улучшить карьеру. В апреле 2019-го Ферд подала ходатайство об оставлении иска без рассмотрения, утверждая, что Депп душил ее, ударял и толкал. Мужчина в долгу не остался и в мае предоставил суду документы, в которых сообщил, что Эмбер рисовала синяки на себе и обвинил в причинении ему серьезной травмы. Актер заверил, что никогда не подвергал абьюзу ни одну женщину. Он также показал фотографии с последствиями якобы насилия Эмбер в его отношении. Все эти несколько лет в соцсетях шли бурные обсуждения и разбирательств между бывшими возлюбленными. У Деппа было немало как хейтеров, не верящих его словам, так и защитников, причем последние даже публиковали в Твиттере выдержки из судебных документов, доказывающие непричастность мужчины к домашнему насилию, примеры здесь и здесь. Новые доводы в пользу невиновности актера в абьюзе Люди получили 31 января 2020 года, когда Daily Mail опубликовала выдержки из аудиозаписи, сделанной в 2015 году во время беседы звезд о конфликтах в их семье. Пара говорит на записи о произошедшей недавно ссоре. Так, Депп обвиняет супругу в том, что она бросала в него предметы, и та, судя по всему, это подтверждает. В ходе разговора актер также осудил жену за то, что она ударила его кулаком в челюсть. Эмбер признала, что действительно подняла руку на мужа. Депп, по его словам, в ответ толкнул супругу, но это был не удар кулаком. По ходу беседы Эмбер также говорит, что это она начала драку с мужем. А в завершении беседы, когда пара обсуждает необходимость временных расставаний в случае очередных физических столкновений, утверждает, она не может обещать, что больше не будет ввязываться в драку. С момента публикации записей Daily Mail беседа также появилась полностью на YouTube. А в Твиттере началась масштабная кампания в защиту актера. Пользователи соцсети уверены, о признаниях Эмбер стоит узнать широкой публике, ведь они, по их мнению, доказывают, что абьюзером в их отношениях была вовсе не девушка. Люди постят записи об этом с хэштегом Justice for Johnny Depp, справедливость для Джонни Деппа. Люди в соцсети сетуют на то, что желающие разобраться в ситуации и ранее могли найти доводы в пользу того, что абьюзером была скорее Эмбер, но многие предпочитали верить девушке из-за двойных стандартов. Ранее двойные стандарты и стереотипы, от которых страдают мужчины, широко обсуждались на Reddit, и получился настоящий крик души. До этого на портале также был популярным трет, в котором парни рассказали о мерзких поступках противоположного пола, начиная от мелких провинностей и заканчивая домогательствами, и их посты заставят задуматься. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова